Началась планёрка с объявления новых руководителей в трёх отраслях курорта. С 12 октября на должность начальника управления культуры назначена Лидия Кузьмина. Прежде она руководила колледжем искусств. Бразды правления в предприятии «Сочи Автотранс» взяла Олеся Лукашевич, а «Сочи Теплоэнерго» по предложению «Газпрома» возглавил Евгений Виноградов. Как отметил глава курорта Анатолий Пахомов, эти руководители способны улучшить ситуацию на местах. Кстати, был поднят вопрос о сумме заработной платы начальников городских предприятий, акционерных обществ и других организаций, получающих субсидии от муниципалитета. Она не должна в несколько раз превышать оклад рядовых сотрудников и быть выше, чем 100 тысяч рублей. Соответствующая проверка проводится контрольными органами по всем отраслям. Ведь главная задача курорта – привлечь молодых специалистов и предоставлять профессионалам комфортные условия для работы. Тем более, что в Сочи за последний год количество жителей заметно увеличилось. Со стороны города решается и проблема нехватки мест в образовательных учреждениях. В следующем году появятся новые школы. У нас должна быть построена еще одна школа на 400 мест. На территории 11-й школы, на территории 82-й школы и на территории 15-й школы. Задача следующего года, она должна быть уже в этом году понятна, и, Сергей Иванович, и планировать финансирование, то есть на софинансирование. Это надо строить школу на Мамайке. Мы готовы строить эти пять школ в 2017 году. Продолжить разбираться нужно и в вопросе экологии курорта. В частности, на планерке затронули главную проблему сброса канализационных стоков. Борьба с недобросовестными жителями в Сочи ведется уже три года. Результат есть. Большинство подключились к центральным сетям, установили лосы. Но полторы тысячи объектов в Раздольском и Барановском сельских округах до сих пор продолжают обманным путем загрязнять экологию курорта. Мы до конца года планируем создать лабораторию, с помощью которой мы будем отслеживать качество сбрасываемых переливов через лосы и через выгребные ямы. Тогда эта работа будет продолжена дальше, чтобы на самом деле люди уходили уже от выгребных ям и уходили от тех лосов, которыми они пока просто прикрываются. Поэтому эту работу на совершенствование качества сброса мы будем продолжать. Еще одна острая тема – несанкционированная торговля на улицах. По поручению Анатолия Пахомова, во всех районах установлены социальные ряды, где пенсионеры и местные фермеры могут продавать овощи и фрукты, собранные у себя на участках. Кроме того, в ближайшее время Блошиный рынок должен исчезнуть с улицы Чайковского. Для него теперь выделено специальное место у Моримола. Сейчас там приступают к обустройству торговых точек. Подняли вопросы и о дополнительных парковках. Бесплатные машиноместа добавят на повороте с курортного проспекта на улицу Яна Фабрициуса. Планируется выделить участок и на улице Москвина. Завершилась планерка обсуждением улучшения дорожной обстановки в городе. Уже выполнен ямочный ремонт на 73 автомобильных участках в разных районах. До конца ноября ремонт дорожного покрытия будет произведен еще на 32 объектах уличнодорожной сети.